Тут же дети ходят в школу мимо этих картинок. Такие вот милые панельные дома, нужно пригибаться, чтобы зайти домой. Сотрудники полиции переходят дорогу в неположенном месте, а мы тоже перейдем в неположенном месте. Вот это чудо зелененькое целуется с чудом красненьким. Мы приехали в новый жилой район для того, чтобы оценить всю убогость современной японской жилой застройки. Что здесь интересно, есть здесь домик для мусора. Такой вот милый домик с оранжевой крышей, с сеточкой, куда народ как-то аккуратно выбрасывает отсортированный мусор. Двор, парковка, конечно же, такие вот милые панельные дома с большими балконами. Здесь у каждого свое место на парковочке, вот у них тут относительно недорогое жилье. Подобные дома они строят на месте бывших пятиэтажек. Вот прекрасный 14-этажный дом. У нас такие дома в Москве будут делать по программе реновация и называют это среднеэтажной застройкой вместо пятиэтажек. То же самое, что и японцы. Японцы тоже сносят свои пятиэтажки и строят такие вот дома. Ух ты! 14-этаж, кстати, вот что круто, в японских домах тоже здесь всегда все открыто. И вот здесь можно полюбоваться, как выглядит Саппора за пределами центра. Это всего километра от центра и уже такая вот преимущественно низкоэтажная застройка, какой-то торговый центр. И вот эти вот панельки они строят вон. Как видно, архитектура незамысловатая, все маленькие домики это просто такие коробочки. А потом кто-то вот эту коробочку бетонную красиво сфоткает ночью и публикует в архитектурных журналах какой-то шедевр. Ты вот приезжаешь посмотреть на этот шедевр, а это просто бетонная коробочка. Здесь коридоры и входы в квартиры. Такой типичный дом, обычно эти коридоры открыты, но Саппора из-за климата, здесь они поставили остепление. Обратите внимание, в японских лифтах будет всегда несколько панелей для вызова на этой стене, на вот этой стене и еще вот здесь вот трети совершенно одинаковые панели. Нужны они, это для того, чтобы каждый мог нажать свой этаж и не нужно было просить и доставлять неудобства соседям, которые с вами стоят в лифте. Вот еще что хорошо, то что в лифте они делают окошки в дверях. Из-за этого находиться в лифте гораздо приятнее, во-первых, это безопасней, потому что в лифте, где в дверях сделали такие окошки, уже не поссать. Он просматривается со всех этажей, ну и на лестничных клетках тоже становится безопаснее, потому что каждый, кто поднимается на лифте, он наблюдает за тем, что в доме происходит. О, к нам зашли гости. Такие окошки, кстати, много где делают, в Скандинавии тоже во всех лифтах делают такие окошки в дверях, а у нас такие почему-то не делают, хотя технически никакой проблемы нет, просто вырезать в этой металлической двери небольшое окно. Каждый почтовый ящик на навесном замке. Здесь, кстати, удобно, такая схема, где видны все квартиры в этом доме. Вот так вот выглядит вход в хостер. У всех одинаковые двери, все очень просто. Так, ничего себе, мы совершенно случайно попали в спальном районе, прямо на глазах у полиции, кстати. То есть, вот это полиция, вон стоит полиция, вот выезжает, надо зафиксировать. Вот сейчас полицейский прямо пойдет мимо борделя. Так, вот стоит полицейский, вот бордель. Значит, прямо на афише борделя женщины с голыми грудьми. Вот как такое возможно? О, обратите внимание, сотрудники полиции переходят дорогу в неположенном месте, а мы тоже перейдем в неположенном месте. Внимание, бордель, что-то здесь происходит, удивительное, в этом месте, в спальном районе, на глазах у полиции. Ну, кстати, никакой морали. Тут же дети ходят в школу мимо этих картинок и смотрят вот на голых женщин. Вон, рот открыли, мальчик покраснел, бедный ребенок. Ну что, пойдем посмотрим, что творится. Я даже боюсь представить, что во дворах творится. Если при входе в этот спальный район такой разврат. Даже в центре города, мы вчера гуляли, такого разврата и близко не было. А здесь, в спальном районе, где дети и старики показывают голых женщин. Чем они похожи на нас? У них часто пенсионеры, которым нечего делать, они активно участвуют в жизни дома. Например, разбивают такие под окнами цветнички. Это очень, кстати, такая уважаемая роль в сообществе. То есть, человек на пенсии, ему очень важно чувствовать, что он делает что-то полезное. И люди с большим уважением относятся, что кто-то смотрит за придомовой территорией, наводит здесь порядок, развивает какие-то цветнички. Выглядит это, конечно, так немножко по-колхозному, но зато все предели. Потому что человеку важно чувствовать, что он нужен, особенно японцам. Ну, здесь вот все уже похоже на американские вот эти все пригороды. Столбы, провода, все эти заправки, магазинчики. Автобусная остановка. Просто стенд с расписанием и все. Не заботятся они о пассажирах. Ну, кстати, поскольку у них центрального газоснабжения нет, у них около многих домов стоят газовые баллоны, которые меняют в нужное время. И вот это подключение к газу, как вот происходит. Опять же, обратите внимание, что велосипеды никто не приковывает в парковке. То есть, фиксируют только заднее колесо. И то часто они не всегда его фиксируют. А иногда, когда фиксируют, то каким-то совсем люпеньким замочком. А, вот, кстати, есть большая велопарковка крытая. Огромная велопарковка. И опять же, стоят хорошие велосипеды дорогие и не приковывают. И вот здесь вот за сеточкой мусор. Мусорные уголки. Здесь мы медленно приходим уже в другой тип застройки. Поскольку в Японии участки часто бывают очень маленькие, то застройщики не всегда могут влепить такой вот большой муравейник. Вообще, с этим муравейником здесь несколько есть проблем. Во-первых, из-за сейсмической опасности слишком дорого строить дешевое высотное жилье. Поэтому, если что-то высокое они строят, то это, скорее всего, будет какая-то элитная и дорогая недвижимость. Здесь, кстати, большая редкость. Большие вместительные гаражи, в которых стоят внедорожники. Я напоминаю, что в Японии просто так нельзя купить машину. Для начала нужно обзавестись гаражом и получить разрешение на определенный тип машины. То есть, например, если вы хотите купить себе внедорожник, у вас должен быть большой багаж. Этим объясняется, что из-за того, что в основном парковочные места они маленькие, то народ ездит на таких вот непонятных коробках, на колесах, на страшных уродливых машинах, которые все автопроизводители здесь выпускают. Они за пределы Японии никуда не поставляются, поскольку в обычных странах таких проблем нет. Но в Японии перед покупкой автомобиля вам обязательно нужно обзавестись парковочным местом. И вот такие большие места, это скорее исключение, чем практика. Поэтому, видите, здесь стоят дорогие внедорожники чьи-то. Это у нас японские многоэтажки. Здесь нужно понимать, что в Японии так много многоэтажного жилья, потому что строить его сложно. Дорого из-за сейсмической опасности, строительство сильно удорожается. И если уж и строят какие-то небоскребы, высотное жилье, то скорее всего это будет элитная дорогая недвижимость. Между домами место остается только, чтобы поставить газовые баллоны. Все, где-то вот метр. Здесь такой вход в подъезд. Высотой, кстати, вот метр девяносто, наверное. Я метр восемьдесят пять. Здесь как раз остается еще пять сантиметров. Вход в подъезд. Нужно пригибаться, чтобы зайти домой. А внутри супермаленькие квартирки для маленьких японцев. Еще вот здесь сделали многоквартирный домик. Опять же, здесь скорее всего раньше у кого-то был частный дом. Потом на его месте он решил построить двухэтажный и продать в нем квартирки. Ситуация здесь с застройкой в японских городах очень похожа на шадлер. Когда на месте огромного частного сектора люди начали строить впритык друг другу многоэтажные дворцы для отдыхающих. Сдавать их как многоквартирные дома. Только японцы строят немножко в другом стиле. Но принципиально все выглядит примерно одинаково. Единственное, у нас с точки зрения закона они там исхищряются и придумывают какие-то разные схемы. Чтобы это как доли продать и разделить на квартиры. А у японцев все это нормально делается. Но тем не менее, тут такое все очень плотное, непонятно из чего построенное. Вот смотрите, как здесь все тесно, тесно, тесно. Окно в окно. Какие-то улицы между домами. Маленькие. В общем, с жилой застройкой в Японии все очень грустно и мрачно. Поэтому японцы постоянно веселятся, много пьют, чтобы не унывать, глядя на свои вот эти вот бетонные жилые районы. Это башня парковка. Она такая маленькая-маленькая. И там карусель из машин. Значит вот так вот работает парковочная карусель. Чувак нажал на кнопочку с номером нашей машины. И сейчас врата разверзнутся и оттуда появится наша машинка. Чудо! И просто видите, между зданием такая белая башня. Вообще ничем не примечательно. И там карусель с машинами. Прокат в Японии выглядит совершенно не так, как он выглядит в Европе. Нужно понимать, что по российским правам вы ездить в Японию не сможете. То есть у вас должны быть японские права. Российские не признаются никакие. Ни пластиковая карточка, ни международные. Что-то там напутали с этими конвенциями женевскими. В общем, про российские права забудьте. Если у вас есть российские права и вы очень хотите ездить по Японии, вам нужно в Японии сдать экзамен и получить японские права. Экзамен для людей, у кого уже есть права, он проходит по упрощенной форме. Нужно сдать вместо 100 вопросов теоретических только 10 и пройти площадку. При этом в Токио есть несколько центров, где можно сдать экзамен на русском языке. В общем, после того, как вы кровью и потом сдадите все экзамены и получите эту заветную японскую карточку, ваша жизнь засияет всеми красками. Потому что вы сможете арендовать машину в Японии. Как работают прокатные конторы? По крайней мере, та, в которой мы брали машину. У меня, к сожалению, прав нет. Но у меня есть хорошие знакомые, у которых есть права. Для этого вам нужно найти машину на стоянке. Вы должны сказать, на сколько времени вы берете машину. Максимум можно взять на три дня. Выбрать эту машину и заранее ее забронировать. К назначенному времени вы приходите на парковку, где эта машина будет стоять. И с помощью карточки ее открываете и берете. А дальше в путь все, за бензин платить не надо. Все удобно, понятно, замечательно. А японские вокзалы, это, конечно, что-то невероятное. Это безумно круто, потрясающе. И я каждый раз с восторгом смотрю вообще на то, что они делают с вокзалом. С восторгом и завистью, потому что у нас такого нет. А очень хочется, друзья, чтобы у нас такое было. Добро пожаловать. Во-первых, у нас тут, смотрите, Сакура-фестиваль. Поэтому все в цветочках Сакуры. Здесь у нас выход, отель. Такой вот здесь красивый вокзал. Вот смотрите, выход из вокзала. У нас здесь сразу автобус подходит. Посадка на автобус. Здесь встречающая. И где-то здесь должна быть еще такси. Все красиво сразу. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как выглядит туалет для инвалидов на вокзале. То есть здесь специальная раковина со всеми вызов на случай, если нужна помощь. Собственно, унитаз. Это для ребенка, чтобы здесь у вас ребенок мог посидеть, пока вы делаете свои дела. Еще одна тут раковинка. Все, конечно, кнопочки, подмывы, фены, сушки ваши, попки. Вообще все, что нужно. В общем, все, чтобы даже инвалид чувствовал себя человеком. Лифт. Лесенки. Красота. Выход на другую сторону. Посмотрите, новенький, красивый, чистый вокзал. Просто сказка, друзья. А самое главное, доступ в вокзал совершенно свободный. Никаких вам рамок, ничего. Вот это, друзья, вокзал для человека. Когда-нибудь у нас будут такие вокзалы. Сейчас самый ад. Мне удалось взять последние два билета, которые были доступны. И мне повезло, потому что у меня есть места зарезервированные. У остальных пассажиров мест нет. Последние пассажиры садятся в поезд. Где вы еще видели такой классный туалет в поезде? Что круто! У них здесь, видите, есть прямо в поезде, в тамбуре, такая вот умывальничек с мыльцем, с сушкой, где можно привести себя в порядок. Кстати, обратите внимание, что при входе в поезд есть такая металлическая табличка тактильная, где можно понять вообще, как здесь что устроено. К нашему поезду подцепили другой. Посмотрите, насколько потрясающие поезда. Японцы, конечно, это просто смотришь, это какое-то невероятное чудо, когда ты едешь через всю страну со скоростью 300 км в час на таком потрясающем красивом поезде. Это чудо зелененькое целуется с чудом красненьким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok